27 лет назад к Тюмени состоялся первый международный матч по футболу. Тогда встретились тюменцы из клуба «Геолог» и итальянская команда из «Реджинель Эмилия». Об истории и значении этого события расскажет Карина Закирьянова. Бонджорно, сеньори, часпетта уна бела партито, ва ле ла пена дивидерла. Вот такие же удивленные глаза, как у вас сейчас, дорогие телезрители, сделали все тюменцы 11 июля 1986 года. И было почему. В Тюмень приехали итальянцы. И не просто так, а чтобы сыграть с нашей командой «Геолог» в футбол. Город буквально стоял на ушах. Трибуны были забиты до отказа. Более 10 тысяч зрителей пришли на игру. Сергей Никифоров тогда был защитником команды «Геолог» и всей этой суматохи не понимал. Да нет, как-то было спокойно, потому что мы знали, что тут игра товарищская, и приезжает не профессиональный клуб, а любительский. Поэтому просто интересно было посмотреть, что за любители, как. Эти итальянские любители из Реджина и Лемилия приехали к нам по профсоюзной линии. Город посмотреть, да заодно хотели наших ребят проверить на прочность. Но в итоге пропустили два мяча. Оба забил Евгений Зарваси. И факт сильно расстроил итальянских комментаторов. Не помогли итальянцам ни удача, ни их знаменитая мафия. Стань моим другом. Крестным отцом. Предложение, от которого тюменцы не смогли бы отказаться, так и не последовало. Но обижать гостей в России не принято, поэтому один гол итальянцам разрешили забить. Воспоминания и совместное фото. Вот все, что осталось на память после той встречи. Футболками тогда не обменивались. У нас тогда, вы посмотрите на фотографии, посмотрите на наши футболки. Мы их даже сами стирали. Это не сейчас, как футболисты все и форму им стирают. У нас такого не было. В Германии удивились, когда мы были в Германии, сами стали стирать душевую форму. Но немцы на нас так как-то посмотрели. Зато наша команда «Геолог» много кого обыграла и вышла в первую союзную лигу. Карина Закирьянова, Артем Суханов, Сибин, Форумбюро.